Однажды нам встретилась группа советских пионеров. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы традиционно в Чапанате остановились в гостевом доме у Татьяны. А место – это гостевой дом. Как я уже неоднократно говорил, это место для нас очень дорого. Но мы приезжаем сюда как к себе во второй дом. Здесь нас тепло встречает всегда. И здесь нам уютно, ребята. Сегодня 7 мая. Сегодня день радио, к которому я имею без ложной скромности определенные отношения. И, конечно же, всем вам я хотел бы пожелать, что ли, или сказать, что давайте будем держать связь. В наше время это делать бывает по известным причинам не так просто. Становится все сложнее и сложнее. Поэтому, если уж зашла речь об этом, хотел бы напомнить вам, что, чтобы не потерять друг друга, у меня есть три канала, где, так или иначе, мы сможем с вами быть в определенном смысле вместе. Это, значит, YouTube-канал «Пока». Это Instagram и Telegram-канал. Ссылочки на эти каналы в описании под каждым видео на YouTube-канале. Вы можете пройти. И, конечно же, проходите. Милости прошу. И подписывайтесь, в общем-то. И будем поддерживать таким образом связь. Ну, а что касается гостевого дома у Татьяны в Чопанате в городе. Значит, неоднократно делал обзоры номеров, условий проживания. В общем-то, эта информация есть в соответствующем плейлисте, который называется «Про Иссыкуль». Там во многих выпусках есть, значит, видеообзорчики об условиях проживания в гостевом доме у Татьяны. Ну, а сколько же будет стоить проживание в гостевом доме у Татьяны в сезоне 2023 года, об этом я постараюсь, так сказать, получить информацию из уст самой, так сказать, радушной хозяйки Татьяны Николаевны. Вот мы с ней сейчас встретимся, и она вам расскажет об актуальных ценах на проживание в сезоне 2023 года. Здравствуйте! Ну, расскажите нашим зрителям, пожалуйста, сколько будет стоить это удовольствие остановиться у вас в вашем гостевом доме? Ну, в этом году нам просто пришлось поднять немного цены, потому что, сами знаете, какая ситуация в мире вообще, все подорожало, абсолютно все, и электричество, и продукты, и даже прожиточный минимум, конечно, стал больше, чем был. Ну, в этом году у нас июль-август 2400 сумм с одного человека с трехразовым питанием. В июне, в июне и в августе, после 25-го числа и далее весь год у нас цены 700 сумм, пока так, без питания. Весь июнь? Весь июнь, да. Весь июнь, да, до первого июля. С человека, да. С питания, да? Без питания, без питания. Без питания на одного человека в пределах 1000-1100 сумм, это три раза, трехразовый завтрак, обед, ужин включен. Вот, ну, в общем-то, ну, что сказать, год нас пока что еще не радует, очень холодно, что-то холодно в этом году в жизни, мне уже 65 лет, но я никогда в жизни таких морозов здесь не было, чтобы вот все замерзло прямо. Ну, я думаю, что внизу остались ягоды, что-то я сегодня смотрела в саду, цветочки остались, я думаю, что все-таки хоть немного для нас останется. Понятно, ясно. И вот еще один такой момент, вы как посоветуете лучше бронировать места на тот же август, скажем, или июнь, потому что вот вы говорили, что июль у вас уже очень много брони, уже все забронировано, да, лучше бы, конечно, забронировать, да, места? Конечно, заранее. И человеку так спокойнее, и нам так спокойнее. То есть мы знаем, что уже, как бы, место есть для человека, и он едет уже с уверенностью, что приедет уже на место, так сказать. Вот, поэтому лучше бронировать. Коротко и очень исчерпывающе. В общем-то, контакты гостевого дома Татьяны Николаевны будут под видео. Если будет желание, бронируйте, звоните, договаривайтесь, и приезжайте, конечно же, и с удовольствием отдохнете, и я думаю, что все будет хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров 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 А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров 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 А.Кулакова Поворот это к этому, как вот, на Кейсар, да, на Кейсар, вот, а вот на Кейсар, а вот здесь вот, значит, поворот на все горячие источники термальные, ну, проехаться-то можно, конечно. Вот, ты уверена, что ты не хочешь искупаться? Вот, горячие источники, вот так, вот, смотрите, дорога тут, конечно, вот такая вот, горячие источники. У тебя дорога-то на машине, у тебя дорога. Я тебе, я тебе, я, может быть, на машине, а машина, а машина. Поставь ее в гараж, пусть стоит в гаражине. Да, я ее еще под купол, так сказать, укрою, накрою и пускай она стоит вот тут протирательной. О, здесь такой подъемчик, у-у-у-у, вот он термальный источник. Купаться не хочу, я не люблю горячие воды. Но не хочет человек купаться, понимаете? Ну вот они, в общем-то, ребята, термальные источники в Чоопоносе, которые находятся недалеко от Трикороны и Цао, с Бакы там вместе. 300 сомов в час, вот стоимость посещения этих термальных источников. Ну и телефончики я вам, так сказать, дал, да, вы можете посмотреть, связаться и вам все расскажут. Мы на Кейсаре, на пляже, великолепный пляж, мелкозернистый песок, очень нежный. На дне там, в общем-то, в большинстве случаев тоже песок. Вот и здесь, в общем-то, вот сейчас такое, знаете, умиритворение, умиритворение. Тишина, холодный, только вот волны, да, шелест волны, красота, я вот сейчас покажу. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Аня говорит, заряжайся, заряжайся энергией моря, да разве ж можно зарядиться? Ну вот погуляем здесь, дышим воздухом, слушаем эти звуки. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Песочек уже теплый, уже можно даже немного привалиться и так приятно, знаете, шум, волн. В общем-то, но нам нужно постепенно собираться. Жалко не расставаться, но что делать надо? Ха-ха-ха-ха! Вдоль берега и стартовать я, кстати, буду именно с этих вот мест, с района пансионата Кийсар. Ну а сейчас мы постепенно собираемся, но есть еще одно маленькое дельце. Я думаю, что чисто символически нужно обязательно открыть купальный сезон. Посмотрим, что из-за того выйдет и чем это все закончится. Седьмого мая открываем купальный сезон на Иссыкуле. Чисто символически. Момент истинный... Вот это да! О-о-о! 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 Ну, в общем, ребята, мы заканчиваем наш, так сказать, Иссыкульский ой-кант. Да? Ха-ха-ха! Спасибо, что были с нами. Спасибо, что были через видео, так сказать, и через видео были с нами, составили нам компанию. Мы говорим спасибо нашему прекрасному озеру. Оно, как всегда, нам подарило, да, наверное, массу положительных эмоций, да. Ну и давайте будем помнить, что оно ждет нас, ждет летом 2023 года. Приезжайте, отдыхайте, получайте удовольствие. Все, пока! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...